во имя отца и сына и святого духа евангелие от мотфея 24 глава 7 стих ибо восстанет народ на народ и царство на царство и будут глады моры и землетрясения по местам это говорится на ответ ответ на вопрос учеников когда это будет и когда ты придешь дальше перейди и позади и тут еще больше написано ну коснемся хотя бы этих моментов будет война а можно избежать создали нацию лига народов это вместо он была когда-то германия вышла оттуда началась война это нисколько не задерживаться он создали буквально года не чтобы это что не шла война свергает чужих правителей считаешь когда количество войн после войны второй мировой и сейчас непрерывно земля горит ясподь сказал об этом землетрясение это не только то когда дома падает а когда люди падает трясет евангелие от луки 21 как лука и т.г.в. описывает 21 глава 7 по 11 стих и спросили его учитель когда же это будет и какой признак когда это должно должно произойти он сказал берегите чтобы вас не вели в заблуждение ибо многие придут под именем моим говоря что это я это время близко не ходите вслед их когда же услышать или о войнах и смятениях не ужасайтесь ибо этому надлежит быть прежде но не тотчас конец когда сказал он восстанет народ на народ и царство на царство и будут большие землетрясения по местам и глады и море ужасно явление и великие знамения с неба я особое внимание хочу уделить на море отчего больше людей погибало мысленно мы перенесемся в то время когда ученики его спросили мор понималось всегда одинаково что рыба когда задыхается без кислорода замор называется и надо прорубить то про небольшие хотя бы лунки чтобы кислород прошел мор это какая-то болезнь и болезнь чума оспа сив это все проходил мир и еще идет что где-то в одном месте никто не знал где и когда возникли возникало во время войны откуда болезни главное это человек не похороненный вот поэтому какая бы война не была воюющие стороны договариваться день простреляли друг друга как брать то кто-то выйдет мертвеца брать его будут стрелять и безначально договариваются вы не стрелять у вас а мы вас мы сейчас заберем своих а вы собирайте в эту войну тоже так было пытались это чтобы этого не было немцы выходят скорее стрелять их стали мерять люди почему потому что каждый человек это вместе лище практически всех бед какие есть на земле вот не верующие а я хороший без бога ты хороший а как ты это докажешь стали говорить на нем висит весь уголовный кодекс у нас я просто примеры хочу сказать лещащий врач была такая мы не обращались не она хорошая и правда аймаут без бога мы живем а у меня он георгий такой хороший две девочки растут но это сегодня вы же его не знаете нам командировка бывает наконец встречая уже в церкви стоит он ушел дальше все расплылось и вот то что нам сегодня обещают но вот везде охота мир установить и написано скажут мир и безопасность и тогда придет пагуба теоретически рассудить можем сказать что безопасность никак посмотрите что сейчас сколько переселенцев с ирака которая через белоруссию идут вчера только сказали 12 тысяч уже скопилось а дальше не пропускает польшу они идут евросоюз и на этом работу но дальше то никак нельзя и чтоб только привести каждому нужно было заплатить от 12 до 15 тысяч евро а тут уткнулись они никто о них не заботится надо кормить теперь это движение нации 13 глава 14 стих исайя говорит и каждый побежит к своему народу куда сейчас люди уходят побегут к своему народу это еще впереди великое передвижение нации будет библия нам об этом говорит не надо думать что они были не сведущие они не знали что делают они придумали какие-то способы избежать будем говорить подарки давать в древнем мире делали так ну трудное положение а у них невесты подрастают давайте нашего царя на их царе движением и тогда воевать они не будут и у царя откуда было александр то но она не александр алиса но я это согласен пости крещение приняла анализа но как она федоровна и стала когда муж фердинанд тот то не принял крещение ничего ну понятно что ну подделали как так на немки женился а теперь это главный упрек будет что она по карте выдавала все данные и теперь осудить надо она этого не делала это с древнего мира была попытка породниться и тогда войны не будет как я буду воевать когда там евро все эти все это не помогать человеческими усилиями избежать наказание которое сказал господь ни одному человеку не удается это разве нет что что ты пустишь друзей к себе врагов к себе на голову посадишь их или это ничего не даст и перед ними стельку расстелись будет то что сказал господь а почему главная причина грех и это мы сейчас по библии посмотрим откроем два места открыли еще 23 места откроем чтобы не я вас убеждал а вы в это вошли и поверили в это и попытки избежать наказания за грех которые делаются во всем мире ни к чему хорошему не приводили бог еще суровее наказывал их и мы сейчас увидим бог иногда предлагают тебе три болезни какие-то вера какая будешь люди придумали бог любит всех людей он не любит и как грех живущий а грешек он любит от еще у него грех от него чашка с медузой или что бог говорит я ненавижу вас вы отвергли меня я погублю вас 15 глав 6 стихе иеремии говорит об этом потому что ты отверг меня и мы сейчас посмотрим по святой библии и найдем путь как этого избежать в какой мере но если война начинается верующие тоже погибали землетрясение верующие тоже были похоронены под развалинами 7 11 минут было в спитате землетрясения и сколько людей когда говорят даже не верится неужели за 11 секунд можно столько рухнули здание оказалось не докладывали что-то посмотрите рядом с нами здесь парту какие строят уже 20 этаж и все на каких-то столбушках стоит я со стороны из двора смотрю снимаю мне боязно я строитель сам на чем все это держится сейчас небольшая волна и все это и кто были там уже никого не будет и вот чтобы нам правильно определиться сегодня страх такой в народе я очень много общаюсь с людьми по интернету и все спрашивают а что будет так как дальше будет как избежать этого сегодня прямо выстраивать лентой как люди гибнут выступает насельными на настоятель советского монастыря югумен очень хорошее говорит слово он ничего не только морги забиты морги забиты выступает митрополитом другой то же самое говорит показывает на стадионах играет упал и сразу умер даже больницу не везут врачи целая лента показывает сколько у нас погибло людей сейчас это все открыто но мы же все смертные что боитесь то так приготовься умереть ты родился ты же сам знаешь у тебя когда-то будет чертышки вторая цифра после дня рождения будет стоять но не умирает от страху от войны умирали от потопов землетрясения глады моря это всегда было но сегодня такой страх люди на себя руки накладывают я за это много смотрю и ужас приходишь ужас прихожу аж можно ли избавиться можно покаяться перед смертью следа бог даст причаститься святых христовых тайн другого пути нету не не обвиняй кого-то там кто-то где-то что-то придумал там это китай виноват там еще кто-то микробов запустили да мы сами из микробов составим не уби не умирает этого но ты поставь ограждение а какое ограждение молитвы и пост мы сейчас посмотрим как нас учит господь иеремия 28 8 мор это повсеместная гибель какая-то чума последнее время мор какой-то будет вот теперь мы по отдельной стране было сегодня нам показывает по всему земному шару это идет беда и что интересно я вчера говорил проповедь об огне что такое огонь формулы никакой нету но огонь это ну что такое огонь а чего ну вот это мы дрова зажим а дрова то откуда взяли тепло говорят что это дерево когда растет она аккумулирует тепло от солнца засыхаем себе содержит и теперь она выходит неплохо огонь где показывают прямо отпечатки деревья это во время нового потопа завалило опять же это бог заложил а у воды у воды аж 2 сколько пословиц это сапоги мои того пропускают аж 2 что это означает кислород и водород кислород который поддерживает горение я как-то дальше прочитал в индийский океан это был не шторм а что-то там другое какое-то такое слово ну страшно просто волны поднимал океан и они в воздухе разлагались на кислород и водород и от молнии загоралась и катила море не в воду а огонь катила вот что еще может быть огненные волы падали на землю вы знаете цунами все сметает но люди поехали отдыхать туда никогда не вернуться грех я слышал как патриарх алексей говорит в таиланде когда было это цунами кто там были в основном скандинавские народы кто малолетки приезжают чтобы наблудиться досыта они там себя от легко дают за деньги вот теперь и получайте свое патриарх те времена заговорил об этом да слава богу отсюда ездили на заработки из барнаула поехали двое их вечером предупредили это наша сфера мы обслуживаем здесь людей они не пошли мотоциклист пролетает мимо два раза выстрел два трупа привезли нас ничем нельзя вразуметь мы русские нас на колени не поставишь а сам лежит в грязи даже на колени нельзя поставить на колени стоять надо для молитвы считаем иеремия 28 8 я коснусь мора пророки которые издавна были преждими прежде меня и прежде тебя предсказывали многим землям и великим царством войну и бедствие и мор предсказывали пророки это за 700 лет до пришествия христа и они уже слова мор употребляют как знакомые людям а где-то мы видели как в египте было как господь на к казни на всех на рыбу одновременно ну все взял пепел так как пепел бросил мои все превратилось в мошкару по всему по всей стране по всем границам и люди тоже убирали жабы ну жаба есть такая ядовито и мажет стрелу и пускает и человек умирает это и даже в постели у фараона а почему наказание от бога для вразумления 10 казней прошли и самая страшная казнь когда первенец умрет ну кто-то бы первенец старший кто родился в семье у собаки у кошки у коровы первые первенцы все были убиты я говорю только о людях вот стали бы исследовать сегодня ветеринар в стороне только врачи хирурги разрезать что не болел вдруг упал умер вот что они там бы нашли я не знаю но я знаю что это прошел ангел и они спаслись от его постушанием богу кровью агнцев которые заколали помазали косяки и перекладину и ангел не вошел почему это избранные мои мы должны в число избранных войти кровью христа помазанные которая спасает нас казни эти были пророк и риме об этом говорит так 7 15 и риме я не по порядку считает а затрудняет искать но у меня одно другое возрастающей степени или 7 15 и ответ на вас отрицаем его как отверг всех братьев ваших все семьи ефремова так виноват языки летом у меня вне дома меч а в доме мор и голод кто в поле тот умрет от меча кто в городе того пожрут голод и моровая язва прямо написано язву какая она раковая опухоль будет или что-то но что сегодня показывают легкие в пероще заболевают это мор но почему садом я открывать буду садом что огонь огонь сжигает кислород и человек задыхается бывает пожар даже не коснулся дома большие то люди погибли а почему дым вот этот пластика который горит а в деревне он выскочил бы на улице езжайте в деревню по крайней мере кислородом хоть будете дышать хотя вам там намного больше будет всего мор и если раньше говорили мор это касается только скотины нет прямо здесь определенно говорится там мор там голод когда раскулачивали у людей что было то это сказать нельзя самых лучших тружеников страны 12 миллионов погубили люди косяки грызли все до зернышка выметают а есть нечего где-то деревня для чего кормить армию губители надо было и вот это искусственно создается голодомор голодомор где в украине они сегодняшний день русским простить не могут но почему страна меньше а погибли миллионы что же входили в афганистан русский 14700 погибла афганистан потерял полтора миллиона убьют одного русского они тогда все эти град все эти системы катюшин и в аул полностью сметают вот откуда мы сделали ненавистными для всего мира мы можем ослабить это давление на нас только милостыней молитвой вот сегодня меня просили армяне молиться я уже ухожу то заболела вставай вместе стали помолились какое-то имя то едва выговорил сколько людей приходит мусульмане просят помолиться я вставай если согласен я скажу аминь ты перекрестись и скажи аминь и он крестится я ничего не могу сделать дети все больные это ни один не два я не имею средств никаких кроме того что написано в библии покаяние это главное что нам нужно сегодня это самое крепкое лекарство покаяться предстать пред богом достойно надеясь на жертву иисуса христа 2 царств 6 глава 6 стиха по 14 и когда дошли до гумнана хонова о запросил руку свою ковчегу божию чтобы придержать его и взялся за него ибо валы наклонили его но господь прогневался на озу и поразил у бог там же задерзновение ой и умер он там у ковчега божия и опечаталился давид что господь поразил озу место сие до ныне называется поражение озы и устрашился давид тот день господа и сказал как войти ко мне к ковчегу господню и не захотел давид вести ковчег господень к себе в город давидов обратил его в дом авидаро гефянина и оставил оставался ковчег господень доме авидаро гефянин три месяца и благословил господь авидаро и весь дом его занесли ковчег потому что наклонилась он естественно даже когда сидишь ты что-то падает ты даже не думаешь что в этом столе с коленем вместе скорее ну падает кусочек или что-то со стола а это ковчег везут святыня мира и она наклонилась неровно все таки этом горах где-то израиль-то находится и он сопровождать его попросили он наклоняется чтобы было если опрокинулась его бы сразу расстреляли рукой коснулся чтобы не упало и был сразу его убил когда считаешь господи но это он верно тебе о за он ничего не сделал тебе не надо разговаривать уже это событие мы можем рассматривать только во свете библии мы не говно что он погиб господь через него показал пример так жизнь оборвалась он дал и взял богу какие претензии речь идет о том что ковчег к себе давид побоялся нести как страшно и он там остался во дворе у него и вдруг все начали говорить знаешь у него как овечки то и редко по 2 приносит а у него по 5 по 6 и весь дом благословенный давид понял надо нести скорее весь народ будет там получать это святыни сегодня как люди к чему-то привозят из иерусалима где-то вот такие как экспонаты в библии прикоснись зато узко где в доме библия очевидно считает его туда дьявол не вхож дай бог чтобы так было не выпускайте из рук у нас идут занятия здесь сестра ведет вы знаете в воскресенье идут занятия дайте им ручки и бумагу сидит ничего не пишет а это мимо проходит напишет до дома еще мать проверь как он на уроке это уроки которые стоят и может быть целого месяца когда в школу ходит все божественное преподают я маленько знаю это и вижу один прямо записывает то левой это правой рукой а другой ничего не записывает прочитал да ладно отпечатают показали вера моя без дел тебя у меня и сделал дети знают где написано и якова 2 18 это не в одной школе на еще не преподают так четко считаем и 24 глава 24 с 9 по 18 и подал иоа в список народной переписи царю и оказалось 100 израильтян было 800 тысяч мужей сильных способных к войне а иудеян 500 тысяч так скажу давиду нужно воевать но не пошлешься младенцу перепеть пришла только мужчин а 20 до 50 лет призывной возраст за 50 лет уже не брали стали не брал кого кто был с ним 1 годок 1 годок был а если дальше тогда брал если меньше у него то есть пожар но наделся семидесятом допустим году а сколько здесь было вот на это надо смотреть но это правитель так решает и здесь конкретно он решил узнать какие у меня войска военачальный главный министр обороны говорит я не надо делать сколько и все твое сделать я сказал и он пошел и только перепись закончилась еще ничего не было ему как сигнал сердце вдруг сдрогнуло я что сделал я же не на бога надеюсь нас много мы победили нас мало мы в тельняшка это бог все сметает в одну кучу и вот теперь дальше считаем видите как и сдрогнуло сердце давидова после того как он сосчитал народ и сказал давид господу тяжко согрешил я поступив так и ныне молю тебя господи прости грех рабатываю ибо крайне неразумно поступил я когда давид стал на другой день утром то было слово господа гаду пророку прозорлицу давида пойди скажи давиду так говорит господь три наказания предлагаю тебе выбери себе одну из них которая совершилась бы над тобою и пошел гад к давиду и возвестил ему сказал ему избирай себе быть ли голоду стране твои семь лет или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих и они преследовали тебя или чтобы продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей теперь рассуде решили что мне отвечать пославшему меня и сказал две гаду тяжело мне очень но пусть поду я в руки господа ибо велико милосердие его только бы в руки человеческие не впасть мне и избрал себе давид моровую язву во время жатой пшеницы и дальше не послал господь язву на израильтян до от утра до назначенного времени и началась язва в народе и умерла из народа отдана до вирсавии 70 тысяч человек смотрите как он сделал перепись еще никто не пришел и дрогнуло его сердце вот когда сделаешь не так ты живешь если чисто по заповедям божьим нечаянно даже что-то сказал господи докажет у меня было как куда слово то такое вылетело из меня да сроду нет ни слова не говорил а разозлился человек мы говорили слова воспламенился пятнами пошел и вырубался да еще и вырубался так как и родные не слыхали а чего это идет и вот здесь году никто не говорил а уже бог с ним разговаривает и что интересно гад когда придет еще выбирать господи ну сделает одно два или вместе три бог силен это сделать и давыд рассуждает это так то 7 лет у конца края нет и дальше он начал и убегать от прогулок то столько месяцев да что же со мной будет а то три дня всего и он понимает три дня в народе здравия эпидемиологии как плюс везде дает проверку все пошли прошли больных у нас нету положительно отрицательно все они писали по-своему я говорю так что понятно было что это было и от кого это казнь от бога мы можем говорить что угодно там разные болезни там вирусы микробы определенно без воли божьей волос не пойдет одна волосинка не пойдет 70 тысяч сразу бог где много надо было укоротил и речь идет о мужском населения 20 до 50 лет а 70 тысяч я так примерно могу сказать это 5 дивизий дивизий это не не игра и вот вот два-три человека если где-то мертвые авария когда ты стоишь и как-то не по себе делается а иногда вот показывает как там дахау когда американцы захватили фашистский этот лагерь констатурон это и лежат но мертвых там не больше ста человек было бульдозе сгребает их вторая шею и это на нюрбинском процессе покажут это куча а всего-то там еще 100 человек это 70 тысяч как они падали за живот хватали за легкие не ничего не написано я знаю только одно они умерли но тогда бы там анатомы врачи начали бы резать но надо же узнать люди умирают и сегодня так же сделали бы даже гадать не надо все проверят и кровь его и сколько не выпивший ли был ничего не знали а то дома было это где было а это в дороге был и все умерли все умерли ну что-то это не ладно какая-то эпидемия к нам запустили ее может с китая привезли может с индии никто не рассуждал у них другие были народности пересемляне я еще раз говорю я хочу привести те события к нам чтобы они не были бесполезными почему апостол павел послание к первым коринфянам 6 глава 11 это 10 глава 6 11 это были образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое как они были похотливы и дальше это образы для нас достигших последних веков чтобы с нами не случилось подобное мы достигли последней ступени мировой истории на какой версии не на версии на сотнях метров может быть стоим мировая история заканчивается а как вы узнали по израилю что будет то будет дальше будет запрещение всех религий вот где будет и будут тогда жажда такая что молодые люди юноши девушки будут от моря до моря ходить искать ну как одна библия то сохранила где-то никто не знать я слышал как бабушка водила в храм все припомнится его приговорили к расстрелу с одним разговариваем и что но не расстреляли еще там подали куда верховный суд а то другое и он ночью расстреливать каждый шаг мне сердце отрывается я все перебрал все в жизни и припомнил бабушка молитве учила какой я с ума сошел было и наконец я вспомнил и наконец вся молитва составилась у него и он теперь каждую ночь до утра считает и считает ее он в дальнейшем станет большим человеком и придет ему помилование и он все о себе это расскажет нам пришло ли нет помилование чтобы еще завтра могли прийти сюда и помолиться некоторых сегодня нет а почему нету а им богослужения батюшка здесь они есть то есть то что мы считаем проповеди они не нуждаются в этом ходят в храм я спрашиваю выходили в это да мы ходили там у нас там там была проповедь нет ты знаешь про это не знаешь вы очень много потеряли чтобы это сегодня вам сказать я готовился и готовился чтобы войти в это краткое время которое можно сказать здесь и так он избрал 70 тысяч потеряны повторяю никто не исследовал в этим мы отличаемся от них мы в трупах возились а надо вот с этим трупом возиться и давить сразу понял где главная причина во мне в перепись опять перепись заметьте опять перепись им нужно знать сколько уже дают публикует вот этот год прошел горит очень приятный на два с половиной миллиона меньше пенсионеров стало у нас уже не платить ничего не надо специальная статистика показывается скажет где покажи ищите сами а почему умирают и все и притом молодые умирает как сегодня показывает даже намного больше и почему-то врачи все умирают вот и дело то какое поэтому усильте молитву ангелом рядом стоит за грех правителя погибли то другие она правитель то остался это еще вот что надо думать и далее второзаконие 30 глава 19 стих последняя книга торы пяти книжей моисеева 19 30 глава 19 стих во свидетеля пред вами призываю сегодня небо и землю жизнь и смерть предложил тебе благословение проклятия избери жизнь дабы жил ты и потомство твое бог предложил нам это это никуда не делать с нами каждый день приходится выбирать левую сторону или правую но ночью когда встаете бывает на молитву холодно или что-то ну так же неохота перебори себя во время которое ходят люди посты то не соблюдают придумали первые недели и вторую я маленько попащусь я говорю ну первую последнюю то молоко ел ну молоко это не мясо да я и так знаю люди если их нельзя не прищищать их нельзя в храм запускать они отлучаются от церкви за несоплюдение поста на два года не на два дня я здесь нигде не исполняется никому это не надо деньги 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 вот все главное что было так и риме 44 7 и ныне так говорит господь боксово бог израиле зачем вы делаете это великое зло душам вашим истребляем себя мужей и жен взрослых и детей взрослых взрослых детей и младенцев и среди людей чтобы не оставить у себя остатка понятика касается всех сфер высокие маленькие начальники начальник эпидемия это значит мор а мор это означает господь и допускает я только наставим на одном прошу просто не страшитесь господь не страшитесь не ужасайтесь всему надлежит быть и бог расписался у нас здесь есть люди я говорю как твоя фамилия такая же как у господа я бы как а яковлев господь и яковлев написано я спрашиваю евреи мой крестник новым израиль еще говорю тебя спрашивает какой нации да а что отвечаешь а также что моего господа я не могу этих слов сказать не те не другие принадлежу другим да дальше 4 царств 19 6 по 10 стих и сказала миссая так скажите господину вашему так говорит господь не бойся слов которые ты слышал которыми поносили мне слуги царя сирийского вот я пошлю в него дух и он услышит вести возвратиться землю свою и я поручу поражу его мечом земле его и возвратился рабсак и нашел царя сирийского воюющим против ливны ибо он слышал что тот отошел от лохиса и услышал он тига тиргаки царя эфиопском ему сказали вот он вышел сразиться с тобою и снова послал он пословки языки сказать так скажите языки царе иудейском пусть не обманывает тебя бог твой на которого ты уповаешь думая не будет отдан иерусалим в руки царя сирийского ведь ты слышал что сделали царя сирийские со всеми землями положив на них заклятия и ты ли уцелеешь город окружен войсками как ленинград блокированы не выйти не пищи получить а что нужно делать сидят они не знают а мы на бога надеемся он говорит давай не пушки нужны ракеты катюши бомбы самолеты на сегодняшний день то у вас ничего нету вас обманывает царь мы завоеваем вас и в это время слух против этого всемирного завоевателя поднялись там югославии там открывается второй фронт задрожала это тысячелетняя рейх государства царство рейх это царство и все и во время курской битвы большую часть танков скорее бросили туда на юг чтобы остановить на сто это все повторяется и он пошел но бог сказал пророк исаи был и говорит ничего из того что он угрожает не будет 14 по 35 стих и взял языке письмо из рук пасов за руки послов и прочитал его и пошел дом господень и развернул его языке пред лицом господним и молился языке пред лицом господним и говорил господи божий израилев сидящий на херуимах ты один бог всех царь земли ты сотворил небо и землю преклони господи ухо твое и услышь меня открой господи очи твои возри и услышь слова синахиима который послал поносить тебя бога живого правда о господи цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь но это не боги а из для рук человеческих дерево и камень потому истребили и и ныне господи божий наш спаси нас от руки его и узнают все царства земли что ты господи бог один и послал исаи сын амосов кизеки и сказать так говорит господь бог израилев то о чем ты молился мне против все на херима царя ассирийского я услышал вот слово которое господь о нем презрит тебя посмеется на тобой девствующая дочь сиона вслед тебя покачать покачает головой дочь иерусалима кого ты порицал и поносил и на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои на святого израилева среди послов твоих ты порицал господа и сказал со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор на ребра ливана и срубил рослые кедры его отличные кипарисы его и пришел на самое крайнее пристанище в рощу сады его и откапал и откапывал и пил воду чужую я сушу ступнями ног мои все реки египетские разве ты не слышал что я издавна сделал это в древние дни предначертала это ныне выполнил тем что ты опустошаешь укрепленные города превращая в груды развалин и жители их сделалось маломощный трепещут остаются в среде они стали как трава на поле нежная зелень как порос на кровлях и опаленный хлеб прежде нежели выколосился сядешь ли ты выйдешь ли войдешь ли я все знаю знаю и дерзость твою против меня за твою дерзость против меня и за то что надмене твое дошло до ушей моих я вложу кольцо мое в ноздри твои и у дела мои в рот вы и возвращу тебя назад той же дорогой которую пришел ты и вот и вот тебе языки ознамение ешьте в этот год выросший от упавшего зерна и в другой год самородная а на третий год сейте и жнить и садите виноградные сады и ешьте плоды их и уцелевшие в доме уйди нам оставшиеся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху ибо из урисалима произойдет остаток и спасенные от горы сиона ревность господа саволфа сделает это какая история он дерзко говорил записали принесли царю языки считают может быть я не знаю он избранный был так и есть он хороший и он тогда это письмо принес прямо в храм и стал перед богом читать господи ты видишь как он админно разговаривает он имя твое поносит он надеется на своих там на танки на катачанки свои и пророк исаи в другом месте видимо и говорит ему бог вернись скажи что он говорил не сбудется и будет другой и что его в эту ночь бог посылает ангела далее написано и сто восемьдесят пять тысяч утром стали ну у нас сегодня штурмовать город лежат вставайте труба звучит все вставайте ни один не встает подошли все мертвые в каком часу ночи ангела одного бог послал и сто восемьдесят пять тысяч лежат не тем ли более убить что чума какая-то там микро бог все это делает они погибнут я все на то применяю к сегодняшний мем стали бы разбирать ну заберите хоть человек тысячи дома и мы узнаем какая беда вешен пили гуляли и все здоровы были друг падает один за другим и главное в шатрах ни крика ничего не было никто не знает этого какая причина а мы из этого извлечем такое это бог это наш господь бог егова это он послал ангела и ангел который нас хранит по сегодняшний день я ангел прошел может быть один раз мечом махнул сто восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят пять тысяч курскую битву даже это в один день не погибала это самая ну такая знаковая уже была битва не было этого люди то всякие были я не виноват меня послали ничего нет уже только умирать ты в этой был я мне пришлось сидеть со свидетелями сторожевой башни ну давай свидетели говы не хочу дать имя гову применять хорошие двое на один там и курил и проще и они мне завидовали мне библия разрешает и не разрешает и он только рождается мальчик наши все знают мне сидеть три года их в армии не брали а три года они обязаны были работать на государство и они все вернулись о которой пошли в афганистан четырнадцать с половиной тысяч четыре тысячи семьсот трупы и около 70 тысяч ранены да кто лучше поступил и вот недавно когда запретили у нас в государстве что они экстремистской организации я сколько об этом говорил и писал и мне такой отзыв давид говорит порадуйтесь ваша молитва услышана верховный суд снял с них с это у них 370 чем-то этих дома молитвенные где называется царство дом царства все все возвращать надо из них где-то 30 человек еще сидеть только 80 под домашним арестом мы под рассмотрением дел все сняли государства а люди то те же самые за что и сейчас говорят а за что погибают люди за грех и бог вразумляет и бог открывает что не все в порядке нам бог показывает или нет если за нас господь и вооруженная до зубов окружает нас то что для бога стоит морг какой-то уничтожить когда там какие-то микробы морг так написано морг мы надеемся что господь поступит с нами как ему угодно повторяю за каждым словом ничего не бойтесь совершенная любовь изгоняет страх страх есть мучения соломон говорит страх это решение помощи от рассудка вот такое выражение премудрость и салон страх тире лишение помощи от рассудка разум не помогает и человек воображающего даже нет исход 9 8 11 и сказал господь моисею арону возьмите по полной горсти пепла из печи и пусть бросит его моисея к небу в глазах фараона и рабов его и поднимется пыль по всей земле египетской и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской они взяли пепла из печи и предстали предлицу фараона моисей бросил к небу и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте и не могли волхвы устоять пред моисеем по причине воспаления потому что воспаление было на волхвах и на всех египтяных которые делали то же самое пытались а тут не могут и что обыкновенная пыль но даже химический состав узнать и сегодня как под домашним арестом сидят люди и тогда также сидели когда видели казнь за казнь и конечно сидели боялись выходить но и дома лягушки были жабы и дома прыгали не в квашняк даже уж на квашню то закрывали где-то а бог так делает и поэтому по сегодняшним от нам смотреть нам вообще ничего бояться мы же христиане на христа надеемся будь спокоен и поддержи тех которые ничего не знают месяца чтобы они доверились богу не надеялись на человеческие какие-то деяния и человек что-то изобретает и теперь избежим мы наказания нет это только гневать бога избежим наказали единственно покаянием любовью господу проповеди евангелия постом и молитвой и милостыни другого пути для нас нет откровение 10 15 20 10 глава 15 до 100 стих здесь прямо говорится что оба что нам обойдется это мор и седьмой ангел острубил и раздались на небе громкие голоса говорящие царство мира сделалось царством господа нашего и христа его и будет царствовать во веки веков и двадцать четыре старца сидящие пред богом на престолах своих пали на лица свои поклонились богу говоря благодарим тебя господи божий вседержителю который если и был и грядешь что ты принял силу ту великую его царился и рассверепели язычники пришел гнев то и время судить мертвых и дать возмездия рабам твоим пророкам и святым и боящимся имени твоего малыми великим и погубить губивших землю и отверстия храм божий на небе явился ковчег завет его храме и вы произошли молнии голоса и громы и землетрясение и великий град так откровение 18 8 на что мы можем надеяться это прямо на сегодняшние дни зато в один день придут на нее казни смерти плач и голод и будет сожжена огнем потому что силен господь бог судящий ее 6 глава с 9 по 11 видите кто нам угрожает и избежать никак нельзя и когда он снял пятую печать я увидел под жертвенником души убиенных за слово божие за свидетельство которое они имели его запили они громким голосом говоря да коли владыка святые истины не судишь и не мсти живущим на земле за кровь нашу и даны были каждому из них одежды белые сказаны им чтобы они успокоились еще на малое время пока и сотрудники их и братья их которые будут убиты как они дополнят число тут мы видим те кто проповедовал которых убили и они знают что на земле делается что эти расстрельщики живут все у них есть они знают да коли не мстишь господи я здесь смотрю если это кровь и там невинные находятся люди за время перестройки в российской федерации 120 миллиона побортов это кровь вопиет богу чего же мы еще хотим но просто маленько войти в обстановку то сегодняшнего и так понятно что нас спасет единственно что это полное раскаяние во всем из-за своих родителей из-за детей помянуть перед богом на бог дает возможность сегодня по интернету каждые два часа собирается на молитву раздаются сигналы и все мы на молитве 10 минут ко всем святым божьей матери вопием поминаем правители по именам и патриарха митрополитов и диакона всех ну кто с нами молится знает что это так откровение 12 2 она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения итак веселитесь небеса обитающие на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол сильно ярости зная что немного ему остается времени вот так это дьявол и господь допускает это это житие святого конана и саврянина у него была власть над демонами ни у кого такой не было они ему огород пололи дрова кололи воду таскали и вслушали кто что скажут про конана они хватали его защищали и тащили к нему и там как русская печь в печь толкали а он заступался и перед смертью он посадил этих демонов ну знаете это про хаттабыч как говорится сосуде то был то и 30 сосудов и спрятал зарыл в землю они выйти не могут но после смерти там решили что-то строить это житя святых говорит но и нашли но надо посмотреть то может ищут а деньги то и три сосуда разбили как дым пошел какая чума поднялась и как они бы демоны вопили и как они рассеяли болезни везде но еще то где-то 27 то сосудов там лежат я по отсюда и дело заключение что если по этому житию смотреть то много еще предстоит многое доверие к богу дает нам свободно жить почитайте жития святых варвара великомущинство екатерина как они шли на смерть так что язычники говорили они как деревья они не чувствуют боли боли чувствовали как казнили их считаешь когда ну это невозможно выдержать сами подумайте отдельно отрезает соски отдельной груди что только не делали с ними перед полком выставляли дома заводили отдельно солдаты шли насильники и они не унывали я за все получил награду от бога поэтому жития святых пусть нам помогут в этом считаем плащ еремея 4 9 15 плащ это одна книга так называется из одних слез состоит что мы потеряли цените то что у нас есть возможность приходить в один и закроется юноша и девица будут ходить море до моря сегодня приобретайте книги евангелие берите сейчас электричество нет и все кончилось а когда книги то у тебя есть евангелие ты посчитаешь все таки плащ ереме 4 9 18 умершляемый мечом счастливее умершляемый голодом потому что сие истоевают поражаемые недостатков плодов полевых руки мягкосердых женщин варили детей свои чтобы они были для них пищу во время гибели черри народа на его совершил господь гнев свой излил ярость гнева своего и зажег на сегодня огонь который пожирал основание его не верили цари земли и все живущие во вселенной чтобы враг и неприятель вошел во врата иерусалима все это за грехи уже пророков его за беззакония священников которые среди него проливали кровь праведников бродили как слепые по улицам осквернялись кровью так что невозможно было прикоснуться к одеждам их сторонитесь нечисты кричали им сторонитесь сторонитесь не прикасайтесь и они уходили в смещение а между народом говорили их боли не будет лице господня рассеет и он уже не призрит на них потому что они лица лица священников не уважают старцев не милуют наши глаза истомлены напрасном ожидании помощи со сторожевой башни нашей мы ожидали народ который не смог не мог спасти нас они подстерегали шаги наши чтобы мы не могли ходить по улицам нашим приблизился конец наш дни наши исполнились пришел конец наш преследовавшие нас были быстрее орлов небесный гонялись за нами по горам ставили засаду для нас пустыни дыхание жизни нашей помазанник господень пойман в ямы их тот о котором мы говорили под тень его будем жить среди народа повторяется все сегодня и по улицам нельзя разные препятствия ставить дистанционно что-то я говорю то были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое а какой выход за это покаяние достойно представить предвода другого нет лекарства и все остальное выдумка человеческая человеческими средствами пытаясь от этого избавиться только больше не вин бога что мы не верующие и считаем об это мы сейчас 1 стаж 613 жители вев сами сожжали тогда пшеницу в долине и взглянув увидели ковчег господень и обрадовались что увидели его далее и колесница же пришла на поле иисуса вверх сами тянина и остановилась и остановилась там и был тут большой камень и раскололи колесницу на дрова а короб принесли во все сожжение господу или витесняли ковчег господа ящик бывший при нем в котором были золотые вещи и поставили на большом там камни жители же вев сами сопринесли в тот день все сожжение закололи жертву господу и 5 владетелей филисимских видели это и возвратились в тот день во корону до 20 стиха золотые эти наросты которые принесли филисимляне жертву повинности господу были один за азот один за газу один за скалон один за геф один за корон а золотые мыши были по числу всех городов филисимских пяти владетелей от городов укрепленных и до открытых сел до большого камня на котором поставили ковчег господа и который находился до сегодня на поле иисуса вевсамитянина не порадовались сыны и хонины среди мужей вевсамитские что видели ковчег господа и он поражен поразил жителей вевсамиса за то что они заглядывали в ковчег господа выбил из народа 50 тысяч 70 человек и заплакал народ ибо поразил господь народ поражением великим и сказали жители вевсамиса кто может стоять пред господом всем святым богом и кому он пойдет от нас то есть никакие золотые мыши не что они сделали это ничего не помогает я на это смотрю когда беседуя с сектантами я знаю о чем речь идет в ковчеге лежали скрижали скрижали слово божие вначале было слово это христос а ковчег в котором это божья матерь и когда начинают они там мудровать у меня дети были то другое я им показываю они сразу замолкают а жители жалю урожай какой им дал бог только сейчас он молодые были там и смеялись и какие-то слова говорили ну посмотреть да да это у них там болтаре стоит то раз в год только заходит священник первосвященник а тут открыто посмотреть заглянули и написано не порадовались не старайтесь закрыть заглядывать в тайны божии которая сокрыта от нас на многое сегодня что могут говорить но мы абсолютно точно правильный выход на себя посмотреть господи я туда не заглядываю ли в этот ковчег до 50 тысяч и 70 учитывая что во всей римской империи римской начале вот века 120 миллионов все было так это до индии никаких миллиардов речи не шло и вдруг 50 тысяч за что не трогали как сектанты иконы не рубили не плевали не издевались но ничего этого не было просто заглянул ну заглянул для когда много людей только глазом глянул да и пошел все уже в тебя вошла смерть никто не знал этого и теперь мы узнаем спустя тысячелетия я много об этом разрушит размышлял молился об этом и господь показал на сегодняшнее время не пытайтесь заглядывать то чтобы явное мы видим действительно это по идее ты увидишь что делается на себя это зависит от нас не заглядывал я туда и почему давид говорит 140 псалом я не входил в великое для меня недосягаемое тебе не дано это понять и ты не можешь рассуждать об этом я знаю бог всегда есть любовь имя ему и он делает так как люди думают вот я буду помогать как-то людей много там как больше меньше у бога вымерено все и одна треть человечества погибнет говорит в апокалипсисе одна треть но сегодня без 50 миллионов 8 миллиардов библия говорит о последнем времени одна треть что это будет два с половиной миллиарда это определенно два с половиной миллиарда исчезают это бог говорит так и треть человечества погибла чего погибнет мы не знаем точно война будет а война будет обязательно потому что везде на три две моровые были должна быть третье сейчас прямо пишут если китай пойдет но больше недели войны не будет до урала сразу отхватит их школе учатся территории принадлежит и бьют они это колят маленькие мальчишки там северного медведя это все против нас идет все что делали хватали все придется изблевать написано еще 1 коринфян 1016 гаврил 19 2 так подождите языки или 23 3 и и блудили они в египте блудили своей молодости там измяты груди их и там раслили девственные сосцы их это говорится о какой-то женщине а речь идет это в аллегорическое форма о стране развратится кому-то себя только не подставляла под каким деревом широко не раскидывала ноги завлекая тех и тех о ком это говорится вот он третий интерционал все пропитано сегодня разговаривать а я не верующий атеист я там агностик все это идет к нам это про нас говорится и как этому не быть когда церковь божия она для людей для спасения что сегодня делается вы посчитайте только что сейчас закончился суд и священник он и романах 19 лет дали 19 30 с лишним мальчиков и все да как его бог терпел но не знаю приговор уже вынесен все ему там не житье будет но ведь это не в один день делается а почему тогда дал у нас нет этого как-то приехали в нашу деревню такие органы власти и стали говорить знаете и что-то они там слова педопил упомянули то и до меня это дошло я слышал то это вы о чем говорите да нет это где-то вы у меня во дворе сказали это и они испугались во первых я это докажу в течение пяти минут что это к нам никак не относится никак у нас приезжали такие из детдома брали воспитатель идет знаете большого роста виктор она на шею ему кидается он не знает куда деваться сказал пока не заходи за нами этого не числится но мы должны сказать мы не проповедовали люди вот такие и мы виновны не просто мы хорошие господи обойди чума пусть обойдет не обойдет она будет подряд косить и еще посмотрим бытие 6 11 но земля растлилась перед лицом божиим и напомнила земля злодеяниями это говорится в сегодняшнем деле земля и земля это златоуз говорит речь идет о человеке который взят из земли человек превратился в грязь и грязью пытается спасать а это уже совсем глупо откровение 8 11 имя сей звезды полынь и третья часть вот сделалась полынью и многие узли из людей умерли от вод потому что они стали горьки разговаривали с украинцами а вы знаете 4 атомный реактор взорвался да а как это называется трава полынью полынь там а по-своему черное были и черно черно были черно были это черно были есть и вода взялась отравленная припять отравлена сколько людей погибло это уже предсказано было и сразу все замолкли на это безбожники стали ссылаться как это библия могла знать что 4 атомный реактор взорвется бог все знают у бога нет времени бог не говорит вчера и завтра у бога все в одном дне идет римлян 1 27 мы сейчас посмотрим где эта вина как мы к ней относимся делаем ли что то чтобы этого не было у нас стране 1 27 подобные мужчины оставив естественное употребление женского пола разжигались похотью друг на друга мужчины на мужчинах делая срамы получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение гей-парады все это откуда я все видел только как вчера я рассказывал об этом в грузии намещаются патриарх написал этого нельзя делать у нас национальные ценности такие а мне мой крестник еврей священник и какие-то тайме местописания мы плакаты напишем и когда они будут идти а мы показывать но не все так я вижу бежит один с табуреткой у кого в руках что есть а их то там мало этих которые называют и геи нетрадиционное увлечение то как начали полиция их не может спасти скорее скорее машина затолкали больше нигде нету я слышал проповедь отец андрей ткачев говорил когда был еще на украине у них там гей-парад он год ответите бог покажет он то сам бежал остался целый а там то что после этого было если мы это знаем и даже им сказать 1 с 6 13 19 жители сами сожжали тогда пшеницу долине взглянулся так это про этом просчитали так лука 13 1 5 и поэтому где вот это начинает всех меньшинца то другой мы должны знать это безумие привлекающий огонь с неба и будет сожжена земля и все что на ней вот сегодня все это делается показали священник прочитал вот это кремлинам ну священник я не знаю насколько он там видно протестант кажется в швеции это его на два года арестовали прочитали из гиблии эти места где можете тихо с кем-то разговаривайте людям все-таки говорите все беды идут от нас не то что за граница плохо плохо там санитарный режим смотрел это все на своем месте мы виноваты в этом сколько мы могли сделать сегодня с одним мусульманином разговаривал а где живешь там то и он еще не слышит только того что есть я ему о христе говорю нет все монахи сидели серафим царовский сказал стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи слышали ни один не спасся до 2000 за 300 лет после него за 200 с лишним лет это обман дух мирное где чтобы никто не раздражал жены нет дети меня не волнуют за на школе нет и на новости если меня не не гробит а как отдельно за стены а господь идите по всему и пропадать евангелие и даже если от них пристанут микробы от трясите пыль когда идете на них а если они примут то мир придет на них у нас на все есть ответы священного писания притом абсолютно точный для нас безвредный и спасительный для всех бытие 19 4 луку еще не прочитали тринадцатая глава читали да нет 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 подождите мы еще из луки не прочитали в это время пришли некоторые сказали рассказали ему о галильянах который кровь пила смешал жертвами их иисус сказал им на это думаете ли вы что эти галильяне были грешнее всех галилья что так пострадали нет говорю вам но если не покаять и все также погибнете или думаете ли что те 18 человек на которых упала башня селамская побила их виновнее были всех живущих в иерусалиме нет говорю вам но если не покаять и все также погибнете при том перечислять где уже случилось несчастье башни что они там сидели выпивали беседовали отдыхали но башня вдруг упала на них 18 человек сразу раздавила но впереди то там говорится когда приносили жертву кто-то донес что они неблагонадежные евреи от пилата ворвались воины и во время принесения жертвы рубили всех подряд и к христу пришли смотри что делается он не думаете ли что они хуже всех это все мы такие там сделал не так там не так поэтому библия призывается не к осуждению кого-то а извлечь из этого урок не покайтесь лекарства все также погибнете камни будут падать с неба зараза всякая со всех сторон воспалиться отец еще сам не знаешь сегодня с одним разговаривали уже молодой 21 года я умираю а что рак а что по нелегке ну да курил спрашивать не надо а посмотрите сколько вокруг нас люди курят сколько богохульствует где можете там и скажите где можете передайте вам где у нас лежат на столе не будьте засосшей смоковнице и так милостью божией мы узнали сегодня как избавиться от любой беды пусть она там по другим словам называется но мор понятно людям рут как мухи помилуй нас господи этих людей помилуй и вращают вращаем дай мудрости чтоб не надеялись человеческими средствами избежать наказания богу нашему славу во веки веков аминь